Лили Лили Люба, близняшка Лили, летает часто в облаках. А когда она снова опускается на землю, то ведет себя странно. В этот вечер она такая рассеянная, что даже не знает, в какой руке ей следует держать теннисную ракету. Правша от рождения, Люба вдруг берет ракетку в левую руку и бросает мяч непонятно куда. В этот самый момент Люба замечает, что луна в небе исчезла. Неужели я перепутала мячик с луной и сбила ее с небес? Испугалась Люба. Сначала Лили и Люба веселятся и шалят. Они представляют, как найдут луну и будут играть с ней, как со снежным комом. Они столкнут его с высокой горы и будут наблюдать за тем, как он покатится вниз. А может быть, они сыграют в прятки с луной? Что и говорить, идей у девочек предостаточно. Но пришла ночь и стало как-то невесело. В небе все еще чего-то не хватает, заволновалась Лили. Раньше в нашу комнату проникал лунный свет, а теперь все черно. А мне как-то и мечтать расхотелось. Без луны мечтать не получается, сказала Люба грустно. И девочки решили больше не терять времени, а пуститься на поиски, чтобы найти луну и вернуть ее на свое место. Девочки начинают поиски. Может, ракеткой у меня получится закинуть луну наверх, а потом я поднимусь на холм и прикручу ее, как лампочку, к небесам? Спросила Люба сестренку. А если сильно подуть на луну, то она сможет полететь, как воздушный шарик, и остаться наверху, размышляла Лили. Тысячи вопросов мучили сестренок. Они продолжали обвинять друг друга в исчезновении луны. Почему ты сбила луну ракеткой? Это не я, это ты поцеловалась с фонариком. И столкнула ее вниз. На следующее утро девочки пошли в деревню. Они спрашивали у цветов и животных, куда же запропастилась луна. Спросили у вереска, нарциссов, у лягушки-древесницы, улиток, у белой цапли. Но никто не видел, куда спряталась луна. Все хранили свои секреты при себе. А если луна упала в море? Запаниковали девочки. Луна утонула в океане. — Быстрее! Бежим, спросим рыбу-луну! — Простите, я ее не встречала, — ответила рыба-луна. Думаю, что она упала на дно, и там ее проглотил кошелот. И снова пришла ночь. Люба и Лиля разглядывают небо, которое остается абсолютно черным. — Тихо! — сказала вдруг Люба. — Я слышу, что в саду кто-то говорит. На ветке высокого дуба Филин шептал летучей мыши. — А-а-а! С завтрашнего дня мы начинаем все видеть яснее. — Это все из-за солнца! — шептала летучая мышь. Люба и Лиля, услышав это, стали ждать с нетерпением следующей ночи. На следующий вечер в небе Люба и Лиля увидели нежный тоненький месяц. Он сиял красивым желтоватым светом. Месяц, который увеличивается каждый день в размерах, Неделю позже станет похож на четвертинку яблока. Близняшки рады. Они нашли луну. В последующие дни радость девочек поутихла. Цветок ночи начал увидать. Луна стала уменьшаться в размерах. — Что же снова на небе не так? — спрашивали девочки. — И там, откуда-то прилетело то же самое? — спросили девочки Чайку. — Да! — ответила Чайка. — Луна прячется от нас. В ночных сумерках на плечо Любы села Чайка. — Ты знаешь, Люба, это не ты свалила луну. И не ты, Лиля, не ты. — А кто же тогда? — удивились девочки. Луна, Земля и Солнце играют вместе в загадочную игру. Луна вращается вокруг Земли, а Солнце освещает их обеих. В зависимости от местонахождения Луны, Солнце освещает ей ту одну, ту другую сторону. И иногда больше, иногда меньше. Вот поэтому она сначала растет, а потом уменьшается. Стареет. Вот таким образом Луна играет с нами в прятки. — Значит, Луна играет в прятки с Солнцем и Землей! — закричали девочки. — Точно! — ответил Чайка. — Каждый месяц играет в прятки. И так будет всегда! Луна играет в прятки. Иstart на любого репетта. Продолжение следует...